Здравствуйте, я Келена Алишевец. Предлагаю вашему вниманию совместные агитационные выступления доверенных лиц кандидатов на пост президента Российской Федерации. Ольга Николаевна, вам слово. Во-первых, наш народ не вымирает. С 2013 года мы впервые вышли из демографической ямы 90-х годов и впервые наблюдался естественный прирост населения. Каким должно быть молодое поколение? Государство знает ответ на этот вопрос. Неспроста 2018 год был объявлен президентом годом добровольчества и волонтерства. Неспроста в этом году принят закон о добровольчестве. Неспроста государство выделяет гранты на поддержку добровольческих инициатив. 8 миллионов человек неравнодушных граждан нашей страны ежедневно сегодня помогают совершенно безвозмездно ветеранам, ходят в детские дома, сдают кровь, ищут пропавших людей. И кто такой доброволец, какими качествами он обладает? Доброволец – это человек, который может сочувствовать. Доброволец – это человек, который готов делать добрые дела. Доброволец – это человек, который не просто критикует, а предлагает конкретные решения проблем. Поэтому Россия сегодня страна возможностей, и мы уже формируем молодое поколение. Спасибо, Ольга Николаевна. Максим Леонардович, пожалуйста. Дорогие друзья, здравствуйте. Безусловно, надо брать все хорошее из того, что есть в нашей стране и что было предыдущими поколениями создано. Безусловно, надо смотреть в будущее и надо отдавать себе отчет, в какой ситуации сегодня мы живем. Вы живете в Сибири, вы живете в реальном мире. Вы прекрасно сами знаете без этих красивых песен и без этой лапши, которую вам вешают на уши, как живут ваши дети. Как живет то поколение, которое вы хотели бы, чтобы оно пошло в мир. Вы знаете про АУЕ – криминальная система, которая буквально поразила подростков, из которой власть ничего не может сделать. Вы знаете про террор и про наркотический террор, который распространяется среди подростков. Каждый день мы видим сообщения о том, что кончаются самоубийства молодых ребят. В это время дети начальников живут за границей. Конечно, у них все хорошо. Кандидат от народа Павел Грудинин, безусловно, выступает с идеей социального государства, когда каждый будет иметь возможность для развития. Спасибо. Спасибо, Андрей Валерьевич, вам слово. ...живет в Москве, живет на бизнес и ложь, которую сегодня власть... Спасибо большое. ...говорит о страхе. ...говорит о страхе, которую они спутят. ...возрешите, все-таки я расскажу о программе Максима Сурайкина. ...это представитель Путина начинает... Сегодня я услышала о различных проблемах в сфере молодежи, и мы не говорим о том, что этих проблем нет. Вспомните 90-е годы, когда Владимир Путин стал управлять государством. Тут дыра, тут дыра, тут разруха, тут разруха. За эти годы сделано многое. Вы посмотрите на то, каким образом мы воспитали здоровую нацию. Действительно, три четверти нашего населения занимаются так или иначе спортом. У нас впервые рождаемость достигла показателя 90-го года. Мы в 2013 году просто вышли из демографической ямы 90-х годов. У нас инфраструктура в сфере массового спорта, она уже достигла показателей 90-го года. А социальные лифты... Посмотрите на ребят, посмотрите на Сибиряков, которые своим трудом без денег, без богатых родителей достигли успеха. Никита Трегубов, серебряный призер. Это Капризов, который забил шайбу и вывел нашу сборную в победу в Олимпийских играх. Поэтому Россия сегодня страна возможностей. Спасибо. Максим Леонардович, пожалуйста. Вы знаете, когда говорят об экстраваганном виде молодежи, то у меня возникает ощущение, что этот патерналистский тон несколько оскорбительен для молодежи. Я напомню, что 18-19-летние ребята защитили в 41-м году нашу родину от фашистского зверя. Именно молодежь призывного возраста первая встает, когда надо защищать свое отечество. Молодежь взрослее многих взрослых, начальников, которые пытаются ей указывать, как ей жить. Сегодня наша молодежь сама знает, в каком жестоком мире улице живут те, кто вынужден бороться за свою жизнь, кто вынужден бороться за свое социальное существование. Конечно, те, кто, как говорится, вот так вот подошел к начальникам, те будут жить хорошо и сладко, возможно, если будут продолжать свою тональность подобострастного отношения к начальству. Но реальная молодежь знает, что только народная власть, только власть в интересах страны, только социальное государство может дать ей будущее. Поэтому молодые люди сегодня трезво смотрят на настоящее и в будущее, и их не обманешь. Спасибо, Ольга Николаевна, вам слово. Все правильно говорите. Молодых людей нас не обманешь. И я никому ручку не целовала. Это оскорбительно. Социальные лифты работают. Образование бесплатно получить можно. Вы говорите о том, что проекты единичны для какого-то определенного количества людей. Спросите у ребят, которые приезжают в Сириус. Это порядка 60-70% из провинциальных городов. Спросите у них. Спросите у Евгении из Санкт-Петербурга, которая сама берет отпуск за свой счет и едет с ветераном. В санаторий его сопровождать. И таких людей очень много. Проекты не для единиц. Россия – сильная страна. Голосуйте за сильную страну, за сильного лидера. Голосуйте за Владимира Путина. Спасибо. Максим Леонардович, вам слово. Дорогие друзья, молодежь – это на самом деле взрослые люди. Когда вас пытаются загнать в ситуацию каких-то детей, не верьте. 18 марта тем, кому исполнится 18 лет, могут избирать президента Российской Федерации. Будущее принадлежит вам. И вы прекрасно знаете, что в этой жизни надо держаться дружбы, надо держаться чести, надо держаться любви, надо держаться достоинства и быть творческими людьми. И верить в свою страну. Павел Николаевич Грудинин, человек, который выдвинули коммунисты и патриоты, хочет восстановить социальное государство, которое принадлежит вам. Поэтому голосуйте за Грудинина 18 марта. Это будущее России.